Термин «ворошиловские стрелки» знаком практически каждому из нас с детства, однако мало кто знает, откуда это словосочетание взялось и кого так называли изначально. Словосочетание «ворошиловский стрелок» идет прямиком из Советского Союза, где подобное звание существовало в промежуток с 1932 по 1941 года. Это звание считалось народным, ведь получить его мог любой человек. Для этого было достаточно изъявить желание и сдать экзамен по стрельбе. Выдача данного звания сопровождалась значком, который советские граждане с гордостью могли носить на воротниках своих рубашек. Звание присуждалось с 16 лет. Подростки младшего возраста могли заслужить значок «Юный ворошиловский стрелок», который начали выдавать в 1934 году. В тот же промежуток времени данное звание получило разделение на две степени, вторая из которых считалась более почетной. Для получения ворошиловского стрелка нужно было сдать не очень сложный экзамен, причем пользоваться нужно было обычной учебной мелкашкой, а вот для получения второй степени необходимо было подготовиться к более сложному экзамену, причем стрельбы в этом случае проходили с использованием настоящего боевого оружия. Но откуда же взялось слово «ворошиловский» и какое отношение к данному званию имеет Климент Ефремович Ворошилов? Вот что гласит общепринятая версия. Летом 1923 года командиры Красной Армии сдавали традиционный зачет по стрельбе с использованием личного оружия. Наблюдателем там был сам Климент Ефремович Ворошилов, который еще не успел дослужиться до звания маршала, но уже был наркомом. Одному из командиров никак не удавалось попасть по мишеням. Тот свою вину не признавал и сетовал на бракованный наган. Ворошилов принял у неудавшегося стрелка оружие, перезарядил его и, выйдя на огневой рубеж, выбил 59 очков из максимальных 70. Для этого Клименту Ефремовичу понадобилось всего лишь 7 выстрелов. Вскоре фотография мишени наркома оказалась опубликованной в одной из советских газет. Людям данная история очень понравилась, и в результате появился лозунг «Учись стрелять по-ворошиловски». В тот период страна активно готовилась к войне, так что руководство оказалось заинтересованным в обучении граждан обращаться со стрелковым оружием. Спустя несколько месяцев осенью того же года учредили звание Ворошиловского стрелка, а в декабре появился соответствующий значок. Желание получить данное звание оказалось массовым. За время существования Ворошиловского стрелка значок получили от 6 до 9 миллионов советских граждан.